Всем привет! Это «Русский портрет». Мы продолжаем говорить о становлении Сергея Дягилева. После фиаско с карьерой музыкального композитора Дягилев вынужден найти какое-то новое поприще для реализации своих амбиций. И как раз с этим периодом совпадает его переезд. Он меняет квартиру, переезжает на Литейный проспект и начинает заниматься обустройством новой квартиры. Картины он покупает у мастеров со сложившейся репутацией, у Крамского, у Шишкина. На этом фоне он сходится с Александром Бенуа. Александр Бенуа принадлежал к известной фамилии художников в Петербурге. Он вел дружбу с двоюродным братом Сергеем Дмитрием. И это, конечно же, важное знакомство, которое потом сыграет очень большую роль в его жизни. В общем, они сближаются. И Дягилеву приходит идея создать выставку. Он уезжает в Европу, чтобы привезти в Россию картины европейских художников. Заявляю, что в будущую зиму отдаюсь в руки Шуры и торжественно делаю его смотрителем и заведующим музеем Серж Дягилев. Дело, кажется, пойдет не на шутку. И, быть может, в несколько лет мы совместно измастерим что-нибудь порядочное, так как фундамент заложен солидный. Из письма Сергея Дягилева супругам Бенуа. В Петербург Дягилев вернется с неплохой коллекцией немецких и французских художников, достаточно прогрессивной для того времени. С 1896 года Дягилев заявляет о себе как о знатоке искусства, об эксперте. Он пишет статьи в газету «Новости» и «Биржевая газета», размышляя о солидарности русского и европейского искусства и их влиянии друг на друга. Надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общественного искусства. Солидарность – это необходимо. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства. Без него нам не обойтись. Это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающий нашу живопись. Если Европа и нуждается в русском искусстве, то она нуждается в его молодости и в его непосредственности. Параллельно с деятельностью у критика Дягилев решает продолжать свою деятельность в качестве устроителя выставок. Он привозит из Европы 250 полотен, принадлежащих английским и немецким художникам. Среди них Паттерсон, Вислер. Известные имена, но не очень известные имена для России. По уровню, по художественной значимости это была одна из самых важных и крупных выставок европейских художников в России на тот момент. И здесь хочется отдельно отметить, что ему было 24 года. 24-летний юноша едет в Европу, выбирает эти картины, он их сам привозит. Он сам находит место, где пройдет выставка, новый выставочный зал. Он сам подписывает даже контракты с охранниками и с гардеробщиками. И сам находит прессу для рекламы. Таким образом, он заявляет о себе уже тогда, в 24 года, как об одном из самых значимых деятелей культуры на тот момент. «Я хочу выхалить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее к Западу, возвеличить ее на Западе, а если это еще рано, так пусть процветают крыловские лебедь, рак и щука». Так писал Дягилев Александром Бенуа. Редактор субтитров А.Семкин